Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Алифтина и я рассказываю вам об интересных местах, которые можно посетить во Франции. Сегодня мы прогуляемся с вами по кладбищу Монмартр. Среди известных личностей, могилы которых можно здесь увидеть, Берлиоз, Теуфиль Готье, Далида. Помните, она пела известную песню с Алан Делоном. Пароли, пароли, пароли. Это она. Здесь захоронены ученые Фуко и Ампер, Александр, Дюма, сын и так далее. Интересных захоронений на этом кладбище очень много. Я приехала сюда для того, чтобы найти могилы тех, чья жизнь была каким-то образом связана с Россией. Посмотрим вместе. Вот, например, за моей спиной белый камень. Это захоронение семьи Гитри. Наиболее известными ее представителями являются Люсиан Гитри. Он был актером труппы Михайловского театра в Санкт-Петербурге. И Саша Гитри. Он родился в Санкт-Петербурге. Крестным отцом Саша Гитри был никто иной, как сам император Александр Третий. «Алло, алло. Мешали, вы не вы思уете нам не только что мы убрали, вы и мне? А вы, вы не чувствуете? А, я всегда буду. А, да, да. Да, да. В целом, не кроме того, меня не только предоставлен для того, что я убрали всем. Да, уже два года, я не хочу больше ни mellorить людей, и вы все должны нахождиться в их свете. Кому же в Санкт-Петербурге неизвестно имя французского архитектора Угюста Монферрана? Он являлся одним из тех французов, которые после службы во Франции приехали работать в Россию. Во Франции он служил в армии Наполеона и был награжден орденом почетного легиона. В России он также будет отмечен несколькими правительственными наградами. Угюста Монферран является не только творцом, который создал Исаакиевский собор. Он построил также Александрийскую колонну, памятник Николаю I на Исаакиевской площади и два особняка для семьи Демидовых на Большой морской улице. Угюст Монферран, творивший при жизни трех российских императоров, умер в Санкт-Петербурге в 1858 году. Он завещал похоронить себя в Исаакиевском соборе, но это было невозможно, потому что православные храмы католиков не принимали. Гроб с телом архитектора обнесли вокруг Исаакиевского собора, отпели в костеле святой Екатерины на Невском проспекте и похоронили вот здесь, рядом с его матерью. Нужно сказать, что в течение многих лет могилу архитектора найти было практически невозможно. Ее нашли только в 1986 году, и как видите, на ней можно видеть две буквы А. А. Аугюста М. Монферран. Обратите внимание на этого грустного бронзового шута. Здесь захоронен русский танцор Вацлав Нижинский. Он принимал участие в русских сезонах Сергея Дягилева в Париже, был хореографом нескольких балетных постановок, в том числе «Весна священная». В 1909 году Нижинский стал французской сенсацией, и все благодаря своим неимоверно высоким прыжкам и длительной элевации. Другими словами, способности как будто бы застывать в воздухе. За эту способность его прозвали человеком-птицей. С Дягилевым у Нижинского были очень близкие отношения. Однако в 1913 году, после отбытия трупы на южноамериканские гастроли, Нижинский познакомился с венгерской аристократкой Рамолой Пульской. В 1913 году они втайне ото всех поженились. Дягилев, узнав о случившемся из телеграммы своего слуги Василия, приставленного присматривать за Нижинским, впал в бешенство и сразу же изгнал танцовщика из трупы. Нижинский оказался в сложных условиях, нужно было добывать средства к существованию. Он был гением танца, но не обладал способностями продюсера. Предложение возглавить балет гранд-упера в Париже было отвергнуто. У Нижинского случился нервный срыв. Обратите внимание, на могильной плите Нижинского можно видеть еще одно имя – Сергей Лефарь. Именно этот человек вывез тело русского танцора из Лондона и захоронил его на кладбище Манмарта. Как Нижинский Сергей Лефарь родился в Киеве, потом приехал работать во Францию. И как Нижинский танцевал в русских сезонах Дягилева. Когда началась Вторая мировая война, Сергей Лефарь остался работать в Париже. Ездил в Берлин по приглашению немецкой стороны, чтобы обсудить планы развития культуры. Потом, когда Гитлер пришел в Париж, Лефарь провел для него экскурсию по опере. Вследствие чего его обвинили в коллаборационизме и приговорили к смертной казни. После освобождения Парижа Лефарь был вынужден покинуть Францию. Он возглавил труппу новый балет Монте-Карло. После окончания войны балетмейстер смог вернуться в Париж и с 1947 года он вновь работал в опере. Сегодня один из балетных репетиционных залов носит его имя. Я думаю, что никакой прямой связи у Адольфа Сакса с Россией не было. Но вот хочу показать вам это захоронение, потому что все-таки человек придумал саксофон, и он захоронен здесь, на Монморте. Жасто не поверите, чем я сейчас занимаюсь. Я пытаюсь найти захоронение французского танцовщика Мэри-Жон Вистрис. Именно с ним очень часто сравнивали Нижинского. При входе на кладбище есть офис, куда можно зайти, попросить карту, назвать дату смерти человека, любого человека, который захоронен здесь. И по древним книгам вам найдут это захоронение. Вот мне сказали, что господин Вистрис захоронен в дивизион 5, в этом пятом разделе. Мне сейчас нужно от лестницы отсчитать 51 могилу. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Не вижу, что написано на камне, сейчас проверим. Ребят, нас не обманули, здесь действительно захороненная Вистрис. Здесь я обнаружила еще одну надпись. Написано То есть знак уважения к танцору, Серж Лифар совместно с французской парижской оперой, видимо, сделал эту надпись. На кладбище Манмартра захоронена также испано-французская певица Полина Виардо. Ее супруг переводил произведения Тургенева на французский язык, а сама госпожа Виардо очень любила русскую культуру и не раз выступала в России. У Виардо было много поклонников. Влюбился в певицу и Тургенев. В 1845 году он ради нее даже оставил Россию. Стал почти членом семьи Виардо и обожал Полину до самой смерти. Во всей территории кладбища установлены вот такие ящики, туплы, на которых написано, что здесь можно оставлять деньги для бедняков. Я думаю, что сегодня это же не актуально, но вот раньше, видимо, это очень хорошо работало. Продолжение следует...